Подводный мир таит в себе множество тайн и загадок. Среди его обитателей встречаются как маленькие робкие рыбки и крупные агрессивные хищники, так и безобидные существа, внушающие своим внешним видом неподдельный ужас. А еще там встречаются и необычайно красивые создания, способные убивать за доли секунд. Одним из таких существ является электрический скат. Человеку, вторгающемуся на их территорию, стоит вести себя очень осторожно, иначе дайвинг рискует превратиться в смертельно опасное приключение. Скаты любят зарываться в песок, выставляя наружу только глаза, поэтому на подводную розетку легко наступить, а это ему вряд ли понравится. Электрического ската достаточно легко выделить среди прочих животных, обитающих на подводных просторах. Внешне эти рыбы похожи на диск, достигающий от 50 сантиметров до 1 метра в диаметре с небольшим удлинением в виде подвижного хвоста, украшенного плавником. По бокам их округлого тела находятся почкообразные органы, которые и вырабатывают электричество. Отличительной особенностью этого вида скатов является верхнее расположение глаз. Дайверы, которым доводилось увидеть его близко, говорят, что скат внимательно наблюдает за всем, что происходит вокруг, примечая мельчайшие подробности. Но это не так, ведь плоские рыбы практически слепы. Окрас электрического ската может варьироваться от неброского серого тона до пестрых цветов. Масть во многом зависит от среды обитания этих удивительных существ, позволяя оставаться им практически незаметными на фоне дна. Какой бы ни оказалась расцветка, представитель гонесообразных все равно будет практически идеальным охотником, убивающим своих жертв в смертоносном объятии. Он окружает камбалу, лосося или угря грудными плавниками и поражает серией электрических зарядов. Наблюдение за размеренными и неторопливыми движениями плывущего в воде ската завораживает. Несмотря на его довольно крупные размеры, кажется, что этот совершенный подводный обитатель парит в каком-то медитативном трансе, отрешившись от всего, что его окружает. Но это впечатление обманчиво. Свое название электрический скат получил благодаря умению генерировать в своем теле заряд от 8 до 220 вольт в зависимости от вида рыбы. Прежде всего, такая способность необходима ему, чтобы компенсировать плохое зрение электрорецепции прощупыванием с помощью электрических импульсов окружающего мира. Если электрический скат почувствовал опасность, он направляет в эту сторону поток электрических частиц, используя его как оружие и поражая током все вокруг. Сам же при этом остается невредимым из-за наличия изолированных областей на его плоской тушке. Неплохое умение, правда, намеренных нападений скаты на людей не совершают. В древности их способность вырабатывать ток использовалась в медицине, преимущественно как средство против боли. Рыбу прикладывали к нужным точкам на теле и неприятные ощущения уходили. Однако если не соблюдать правила безопасности, скаты могут оказать и пагубное влияние на здоровье человека от локальных ожогов до паралича. Эти рыбы, как батарейки, могут некоторое время накапливать в себе энергию. При условии, что ее соберется достаточно много, встреча жителя подводного мира и человека может иметь летальный исход для последнего. Если человек всего лишь прикоснется к электрическому скату, то получит разряд тока, напряжение которого будет зависеть от того, сколько скат копил, заряд, это уж как повезет. Однако при длительном контакте, например, если к рыбе тесно прижаться, сердце может не выдержать нагрузки. Поэтому лучше избегать купания в местах обитания электрических скатов. Это преимущественно рифы и глиняные заливы, другие места с мягкими грунтами и большим количеством водорослей, и всячески избегать контактов с ними. В случае крайней необходимости заходить в воду в скотоопастных местах нужно в специальном костюме, по возможности внимательно осматривать дно, а пойманных представителей генюсообразных не удерживать одновременно за спину и брюшко. Если посмотреть на ската снизу, можно заметить у него на брюхе выпуклые бугорки, представляющие собой видоизмененные мышцы, так называемые аккумуляторы. Именно в этих органах и вырабатывается электрический заряд. Функции противоположно заряженных полюсов исполняют живот и спина плоской рыбы. Скаты полностью контролируют образованный в их теле ток. За это отвечает особый отдел головного мозга, поэтому разрядка никогда не наступает самопроизвольно. Кроме того, рыбам, генерирующим электричество, удается также контролировать и мощность ударов от микроимпульсов, необходимых для ориентирования в пространстве, до мощных ударов. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Обязательно посмотрите другие видео на канале, они очень интересные.